За состоянием здоровья Валентина Григорьевна Жулина следит регулярно. Два года назад получила инвалидность и воспользовалась правом на получение бесплатных лекарств. К врачу подходишь, и он выписывает в начале месяца. И когда приходят, нам звонят, и мы приезжаем и забираем лекарства. У меня, как у врача-эндокринолога, много пациентов с диабетом. И инвалидность они получают, и никто не отказывается, потому что инсулин дорогостоящий, все сахароснижающие дорогостоящие препараты. И все ежемесячно получают, бесперебойно. У нас здесь в аптеке выписывают и врачи, и медсестры, участковые, медсестры-эндокринолога. То есть вся эта служба у нас работает бесперебойно. Эту социальную услугу могут получать инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда и участники боевых действий. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова правительство Самарской области реализует лекарственную поддержку федеральных льготников. Так, за счет средств регионального бюджета в прошлом году федеральных льготников обеспечили лекарствами, не входящими в утвержденный перечень на сумму 242 миллиона рублей. В этом году на 110 миллионов рублей. Каждый льготник может выбрать, получать бесплатное лекарство или денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что выбирая деньги, льготники оказываются незащищенными в случае обострения заболевания. Выделяется всего лишь 886 рублей 40 копеек. Ежемесячная это норма финансовых трат на одного гражданина, который имеет право получать набор социальных услуг. Этих средств однозначно не хватает на базисную терапию, на те препараты, которые жизненно показаны нашим пациентам. Стоимость лечения наших хронических пациентов средняя от полутора тысяч. Федеральные льготники могут вернуть право на получение лекарств бесплатно, если ранее они отказались от этой помощи и выбрали денежную компенсацию. Для этого необходимо до 1 октября 2020 года подать соответствующее заявление в районное отделение пенсионного фонда по месту жительства в МФЦ или через личный кабинет на портале госуслуг. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События.